Удачный трейдинг с Bybit и CryptoCommons! Розыгрыш специально для наших подписчиков. Крутите колесо, получайте USDT-шечки. Ну вы поняли, короче, над кем я простевался. Надеюсь, и поехали сразу к видео. Дисклеймер, не финансовый совет. Переходите по ссылке. Да, собственно, удачный трейдинг с Bybit и CryptoCommons. Для всех наших рефералов. Вот здесь вот нажимаем зарегистрироваться. И потом крутим вот это колесико и получаем призы. Итак, всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Что у нас происходит по рынку? Ровно два года назад компания Tesla отчиталась о том, что купила биткоинов на полтора миллиарда долларов. Когда следующий закуп, Илон Маск, хочется спросить. Что, если уже сейчас он происходит на OTC? Вы же понимаете, что крупный игрок, как Илон Маск, не идет на Binance и не жмет по рынку. Он покупает аккуратно на OTC-десках и не двигает цену в моменте. Но что мы видим, что уже происходит Golden Cross. И прямо сейчас происходит коррекция. Достаточно ожидаемая, о которой мы с вами говорили. Вот мы все еще удерживаем 23 фибу по битку. Но потенциально мы ее сейчас можем, конечно, проколоть. И тогда следующий уровень, 38 фиба, это у нас 21.250. А 0,5 уровень это будет 20.300. И, конечно же, золотой карман. Или где-то между 0,5 и 61.8. Это золотой карман. Это как раз уровень самого Golden Cross. То есть потенциально мы можем, ну, хотя бы на 0,5 упасть. И ничего такого, собственно, не будет здесь противоестественного. Тем более, что это всего лишь уровень предыдущего сопротивления, как вы можете видеть, и поддержки. Но здесь, конечно, правильнее будет, я думаю, мыслить не уровнями. Потому что здесь такой достаточно широкий коридор. Коридор средних значений, на мой взгляд, здесь присутствует. Примерно вот такой. Ну, можно попробовать сузить его вот так, без экстремума. Примерно вот такой коридор здесь присутствует, в котором мы сейчас и находимся. И мы можем какое-то время здесь еще пронаходиться. Что примечательно, кроме биткоина, ребят, что Golden Cross на дневном таймфрейме есть много еще на каких монетах. Например, на биткоин кэше. Посмотрите, какой красивый Golden Cross на биткоин кэше. Во-первых, он после желтой точки на дневке, и это уже вторая желтая точка на дневке после вот этой. Что лишний раз доказывает, что, в принципе, даже вот эта первая желтая точка, это было глобальным дном. То есть, там 179 долларов где-то по биткоин кэшу. Хотя он тут, конечно, ниже ходил. Ну, вот, да, вот примерно уровень вот этого сопротивления, я думаю, что... Откуда он отбился? Да, 165. Короче, фишка в том, что биткоин кэш сейчас очень-очень сильно недооценен, ребята. И в целом-то вот у него среднее значение 260. То есть, он после такого Golden Cross, но по-хорошему, если это не ложный, он может сейчас от него отбиться и полететь сразу там на 2-3 икса. И не только он, а большинство альткоинов сейчас смотрят, ребята. Именно на такой сценарий. И BTC-доминация, как мы с вами видим, это подтверждает. Что BTC-доминация нам показывает, что она в очередной раз не смогла пробиться над вот этим сопротивлением. Над вот этим даже сопротивлением, я бы сказал. Где здесь был один ложный пробой вот тут. И похоже, что мы идем в альтсезон, ребята. Собственно, то, чего мы с вами и ждали. Но, тем не менее, локальная коррекция говорит об обратном. Локальная коррекция говорит, будьте осторожны, ребята. Вот, по лайткоину, смотрите, мы спустились вниз этого восходящего канала, 4-х часовик. Стакан достаточно нейтральный, сигналов пока никаких не было. Разве что вот здесь нам показали, что зажали как в тиски. Видите, вот эти два сигнала, на самом деле, по TRDR, даже вот этот, они обозначают больше, что нас зажали как в тиски. Между, грубо говоря, вот этим уровнем и вот этим примерно. То есть, вот в этом горизонтальном коридоре нас сейчас могут зажать, потому что здесь у нас есть блок продавца и блок покупателя. И так может быть сейчас по многим монетам. Это может быть флэт с какими-то выносами, но в итоге, в перспективе, я думаю, что это пробьется наверх, так или иначе. Поэтому мой приоритет лонговый. Напишите-ка в комментариях, какие ожидания по рынку у вас и в каких вы позициях. А я вам напоминаю еще раз, что по ссылке из описания ограниченная акция еще 18 дней. Это удачный трейдинг с Bobita Crypto Commons. Вон, сступайте, регистрируйтесь и крутите колесо фортуны каждый день, получайте призы. Вот, на байбите я все свои позиции держу практически. Но подумываю о том, на самом деле, чтобы половину разгрузить, потому что что-то мне не нравится этот флэт. Подумываю о том, чтобы половину разгрузить. На BitGate тоже все пока держу. В целом, ох, ничего себе, линк-то полетел. Линк полетел, да? Я по PNL увижу. У меня линк был PNL вчера 100 монет с чем-то, а сегодня уже 300. Давайте глянем линк. Ну вот о чем и речь, ребята, что мы на самом-то деле стоим в боковике, во флэте. Он еще даже никуда не полетел, а уже PNL. Поэтому надо стоять, терпеть прибыль. В этом накоплении надо стоять в лонг, потому что это потом все стрельнет вот туда. Понимаете? Что произойдет? Поэтому тут надо терпеть прибыль и стоять по битку тоже, я считаю, наверх. Куда-нибудь вот до следующего блока, там 32-36, куда-то вот сюда. Понимаете, здесь реально очень много всего было. Посмотрите, вот средние значения цены, как ни крути, они где-то вот здесь находятся. Вот туда мы и смотрим, друзья. Такое мое мнение сегодня. Поэтому что я вам хочу сказать? Надо, короче, это все дело аккуратненько сейчас торговать по тренду. Аудио тоже, кстати, сильно пролили. Кто там торгует аудио? Я вот вышел полностью из аудио, кто помнит мой трейд. Я вот сейчас думаю, может быть, снова догружаться в аудио в целом-то. Оно так вроде скорректировалось, но пока нет. Пока подожду. А вот вальсизон реально, походу, мы идем, потому что эта штука ползет наверх. Смотрите, и за год-то у нас всего несколько монет стреляло. То есть тут надо смотреть выборку вот за... Выборку за месяц. Вон, посмотрите, как все стрельнуло. XRP, посмотрите, вон, что исполняет на 30-ти минутках. Очень хорошие наблюдаются бычьи поглощения на разных таймфреймах. Вот, да и потом не забывайте, что у нас с вами на носу халвинг. Посмотрите, как красиво выглядит сейчас этот сетап с точки зрения индикаторов и исторической перспективы. Это месячный таймфрейм, ребята. Месячная MACD. Месячные индикаторы. Просто все кричит за то, что это лонг. И манипулятор старательно всех вытряхивает из рынка и говорит, давай шарти, шарти, зашарти меня. Поэтому, ребят, тут как бы, конечно, дисклеймер, не финансовый совет, но вы все видите сами. Вчера в чате постили чуваки очень хорошие скрины с ПНЛ. И я хочу сказать, что, ребят, вот вы те, кто... Вы одни из немногих, кто понимает, что покупать надо просадки, покупать надо красные свечи, а не продавать. И поэтому вы в плюсе, в долгую. А то, что рынок льется, это, наоборот, отлично, это скидки. Ну, сейчас как прольется, так и откупят, как обычно. И еще такая вещь, ребят, я хотел вам вчера сказать. Не договорил во вчерашнем видео про тех, кто отписывается от канала на медвежьем рынке. Спасибо, кстати, что подписываетесь, я это вижу. Делитесь этим видео, ставьте лайки. За это отдельный вам респект, ребята. Так вот, эти люди, кто отписываются, вы им скажите спасибо, потому что это те, кто разочаровались в рынке. Это те, кто по хаям накупили, понимаете. А сейчас говорят, нет, нет, не надо мне вашей крипты, вообще ни слова о крипте, отписываюсь от всех каналов. Это те, кто продали здесь, и они накормили рынок, поймите, все вот это движение. Такие люди будут всегда, такие движения будут всегда. И все вот эти движения, понимаете, все вот эти нисходящие движения, они будут кормить рынок. И вот там тоже они кормили рынок, понимаете, и вот здесь. Так что скажите им спасибо. Я это говорю к тому, ребят, что мы с вами зарабатываем деньги именно благодаря таким людям. И не стройте иллюзии, мы с вами не тоже там зарабатываем каким-то тяжелым трудом. Да, бесспорно, это очень тяжелый труд, это работа. трейдинг, это как спорт, это как, я не знаю, искусство, это огромный труд, но по сути труд по отъему бабла у тех, кто вот собственно сам его приходит и сливает. И это не только трейдинг, ребята, это и жизнь, это и бизнес, то же самое, любой бизнес у вас там 95% прогорит и вернутся обратно в ипотеку, поэтому в жизни, ребята, побеждает тот, кто умеет ждать, вот, поэтому держите свои позиции, ходл крипто, to the moon, всем профитролей и до следующей встречи, пока. В телеграм-канал обязательно к нам еще подписывайтесь, друзья.